Здравствуйте! Ко мне сегодня приехало кресло с санитарным оснащением Armet FC 810 и я вам сегодня покажу его сборку. У нас имеется санитарная емкость, в которой есть необходимая инструкция, а также приложенные материалы для сборки. У нас есть вот такие две спицы для того, чтобы закрепить санитарную емкость. У нас есть стульчак с крышкой. У нас имеются ножки и спинка, а также имеются вторые ножки с подлокотниками. Кресло я соберу с помощью отвертки. Также у меня имеется ключ шестигранника и крепежный комплект. С этой задачей справится каждая женщина и каждый мужчина, если у вас в доме есть отвертка и вы умеете ей пользоваться. Итак, мы приступаем непосредственно к сборке. Сейчас я уберу санитарную емкость, чтобы нам не мешало. Также стульчак и спицы. Значит, у нас есть две ножки с подлокотниками. Для того, чтобы прикрепить спинку, нам нужны вот эти два отверстия. Здесь отверстия для того, чтобы скрепить ножки между собой, должны стоять строго напротив друг друга. Вот и вот. Приступаем. Сначала мы скрепляем ножки между собой. Ножки между собой мы можем закрепить с помощью винта с широкой шляпкой. До конца мы не фиксируем, а только закрепляем. Опять не до конца, для того, чтобы зафиксировать это все более ровно и грамотно. Если у вас вдруг не получается закрутить болт в гайку, и она достаточно крепкая, тогда вам для этого нужны будут плоскогубцы. Зажимаем плоскогубцами гайку. Так, мы немного зафиксировали, чтобы конструкция не падала. А сейчас мы приступаем к спинке. Спинка у нас будет крепиться вот так. С помощью винтов с коротенькой шляпкой. Действуем по тому же принципу, что и с ножками. До конца не закручиваем. Значит, действуем по такому же принципу, что мы делали ножки. Только сейчас нам понадобится ключ-шестигранник. И второй. До конца не закручиваем. Следующим этапом нам понадобятся спицы. Для того, чтобы закрепить спицы, нам необходимы внутренние отверстия, которые должны расположены быть строго друг напротив друга. Спица имеет вот такое строение. У нее есть два конца. Один из них прямой, один изогнут в виде крюка и угловой край. Крючком мы продеваем в отверстие вдоль стенки снизу. Таким вот образом, чтобы угол смотрел во внешнюю сторону. Потом, так как у нас конструкция закреплена неплотно, мы натягиваем чуть-чуть и вставляем прямой конец в другое отверстие. То же самое мы проделываем с другой стороны. Вставляем вдоль стенки, натягиваем, фиксируем. Наше кресло почти собрано и мы переходим к следующему этапу. Это установка санитарной емкости. Ушки санитарной емкости мы ставим вот в таком положении. Следующим этапом устанавливаем стульчак и крышку. Вначале мы крепим стульчак. На стульчаке установлены держатели, которые мы закрепляем до щелчка к соединительным ножек. Вторым этапом после стульчака мы крепим крышку. На ней имеются также вот такие зажимы, которые в области крышки мы вставляем и закрываем. Крышка легко поднимается вверх. Это можно убрать при необходимости, опускается вниз и закрывается. Финальным этапом нашей сборки является фиксирование крепежей. И теперь фиксируем последний бонт с широкой шляпкой. Далее мы приступаем к фиксации спинки. Берем шестигранный ключ. Наши инвалидные кресла с санитарным оснащением готовы. Для того, чтобы поменять высоту кресла, вам нужно нажать на кнопку. Здесь есть пять секций. Повернуть, выбрать нужную секцию и до щелчка захлопнуть. И в заключении хочу сказать, что каждый может собрать такое кресло, независимо от того, мужчина это или женщина, с помощью домашних инструментов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова